Девчонки, привет! В моем прошлом видео я показывала макияж, который мне сделал профессиональный визажист от MAC. И я рассказывала о том, как мы с ним вместе подбирали для меня правильные оттенки теней, и румян, пудры, помады и так далее. И тоже тогда же я все эти вещи купила в магазине, кроме теней. Потому что, так как тени в магазине, это не был магазин Pro, и там тени индивидуальные, продавались каждая в отдельной баночке. А я хотела просто, как они называются, рефил, ой, не знаю, вот эти внутренние штучки, как бы только тени, без коробочки, и палетку, чтобы их поставить в палетку. И поэтому мне пришлось заказывать тени отдельно на сайте MAC. И вот я получила все, что, мой заказ с сайта MAC. Хотела с вами поделиться вот в такой вот коробочке, черная, очень красивая. Открываю, здесь так все классно обаковано. Конечно же, чеки, не без чеков, бесплатно никто не привозит. И моя первая-первая палетка от MAC. Столько ждал этого момента. У меня много теней MAC, но все они, вот как я уже говорила, в этих индивидуальных пластиковых баночках. А в палетке у меня ничего до сих пор не было. Пришла вот она в такой коробочке бумажной. Вот сама палетка. Я заказала на 15 теней. Вот выглядит она вот так. И тени, которые мы вместе с ним подбирали, они, мне кажется, достаточно стандартные. Это тени, которые, наверное, самые-самые популярные у MAC. Значит так, самый светлый оттенок шрум. Я не рассказала. Вот они все приходят в таких вот пакетиках, картонных. Открывается пакетик. Оттуда там еще одна бумажка такая картонная. И уже внутри сами тени, вот так. Видите, вот эта дырочка, и они вот так вот упакованы. Так что, когда открываешь, тени вот здесь. И отсюда их сразу ставишь в палетку. Этот первый оттенок это шрум. Выглядит он вот так. Надеюсь, видно что-то такое. Он светло-кремовый. Я бы сказала, сатиновый. Блесток у него нету. Такой чисто сатиновый перелив. Это, мне кажется, универсальный, универсальный хайлайтер. И вставляются они в палетку вот так. Они всем на магнитах, так что держатся хорошо, не выпадают, если перевернуть палетку. Так, следующий. Сейчас я их буду подбирать так по цветам. Следующий, наверное, по оттенку будет Naked Lunch. Тоже такой светлый оттенок. И это... Ой, не знаю, какой это финиш. Не знаю. Да, Naked Lunch. Вот. Он немного темней, шум. Это такой более, как сказать, цвет телесный. Да, телесный, бежевый. Светло-бежевый. Мне кажется, это очень вот как... Если его нанести под бровь, то это будет точно ваш тон просто немного выровненный. Как бы он не даст ничего светлее. Он будет точно цвет вашей кожи, только красивее, так сказать. Вот. Он тоже имеет сатиновый перелив. Вот здесь Naked Lunch. Вот. Ой, это шум, это Naked Lunch. Надеюсь, видно. Так, следующим у нас будет, будет, будет вот этот бедж. Этот мы подобрали цвет. Он, мне кажется, универсальный для всех, так, с светлым средним оттенком кожи. Это универсальный цвет для контурирования складки. Выглядит он вот так. Такой светло-коричневый, но не сильно рыжий. Знаете, как есть такие рыжие оттенки, которые очень редко кому идут. А этот вот такой дымчатый. Вот он. И когда наносишь его в складку, то выглядит он именно как настоящий тень. Не как цвет, а просто как твоя же кожа, только в тени. Вот так. Далее. Следующий я взяла Satin Top. Satin Top, мне кажется, это самый-самый-самый универсальный оттенок. Наверное, если вы покупаете один оттенок теней в MAC, то покупайте Satin Top. Мне кажется, он идет всем. Это такой средний коричневый с потоном фиолетового и серого. Очень-очень красивый цвет. Тоже сатиновый. Мне кажется, у меня все сатиновые. Вот он на мизинце. Он очень красивый, мне кажется, когда вы хотите очень быстро накрасить только одним оттенком теней. Знаете, просто одним оттенком и тушью. Вот когда наносишь такие сатиновые тона средние, тона с переливом на все веко и немножко в складку, то они здесь на подвижном веке, где падает свет, они отсвечивают. И кажется, что они светлее, а в складке, потому что там не отсвечивает углубление, то кажется, что они темнее. И это дает очень такой как 3D эффект глазу, но только одним цветом. Это тот эффект, который мы хотим достичь, когда мы красимся тремя-четырьмя цветами, но это возможно только одним цветом, если он вот такой вот средний тон и сатиновый. Так что советую попробовать. Ой, у меня уже все пальцы измазаны. Еще один светлый тенок, который мы выбрали, называется Older Glitters. Это такой, даже не знаю, бежево-розовый с блестками, с золотистыми блестками. Сейчас покажу. Вот он здесь. Он не очень светлый. Он цвета вашей, опять же, кожи. Может быть, даже немного темнее. С таким, знаете, как золотисто-розовым переливом. Тоже хороший цвет для вот, когда вот хотите только один цвет, повсюду и тушь. Просто супер. Вот он. И последний мы выбрали Blackberry. Мы очень долго с ним выбирали какой-то темный цвет для наружного этого уголка, знаете, для того, чтобы затемнять. Я не люблю черные. Я люблю такое, что-то более натуральное. Но в то же время мне очень теплые тона коричневого не идут. Ну, во всяком случае, мне кажется, что они не идут. Знаете, такие аж коричневые, такие рыжие. Вот мне они не нравятся. И то, к чему мы пришли, это вот такой вот цвет. Он такой коричневый, но холодный коричневый. Сейчас покажу на белом фоне. Может быть... Ой, ой, ой. Может быть... Ой, не получается. Он такой коричнево-серый и даже немного имеет фиолетовый оттенок. Мне очень понравился, так что не знаю. Накрашусь и покажу. Спрошу ваше мнение. Вы знаете, очень ценю ваше мнение. Ну, все. Вот мои первые тени в моей первой палетке Мак закончились. Я взяла только 6 цветов сначала. Не знаю. Протестирую, посмотрю и продолжим коллекцию позже. И еще я заказала просто не смогла сдержаться, когда я его увидела. Потому что года 4, наверное, все читаю ревью и ревью на вот этот вот пигмент от Мак в цвете ванила. Все говорят, что это самое универсальное средство, которое можно иметь вообще в твоей косметичке. Потому что оно подходит и как тени на все веко, и как тени под бровь, знаете, как хайлайтер. И даже как хайлайтер на скулы. Не знаю. И даже вот можно немного взять и нанести на середину нижней губы вот поверх помады для блеска. Я протестирую и вам обязательно доложу. Выглядит он вот так, этот цвет. Называется ванила, я, по-моему, говорила. Тоже такой светло, не знаю, такой бело-желтый, кремовый. Такой цвет какой-то слоновой кости, не знаю. И с золотистым блеском. Сейчас, сейчас покажу. Ой, много взяла. Вот так он, когда много набираешь, так он выглядит. И сейчас я его покажу сводч на руке. Вот так. Надеюсь, вам видно, как он переливается таким золотом. Очень-очень красивый оттенок. Вот видите, когда немного нанесешь на нижние, только на середину нижней губы, сразу как будто губы становятся более пухлыми. Вот видите сразу какой эффект. Попробую его как тени, попробую его как хайлайтер. И надеюсь, мне понравится, потому что я очень долгое время планировала себе его купить. И вот, наконец-то. Да, наверное, лучше сделать сочи на руке, чтобы было видно лучше, чем на пальце. Так, сейчас я один по одному сделаю сочи на руке. Сейчас посмотрим, как лучше будет видно. Вот так, наверное. Вот, это первый называется... Да, ничего не видно. Вот, это называется шрум. Вот он, как он на свету выглядит. Второй, Naked Lunch. Он такой более нейтральный и почти не виден на коже, только дает отблеск. Вот он здесь. Видите, шрум светлее, светлее кожа. А светляет тоже. А Naked Lunch только дает такой немного, немного перелив. Так, третий будет Wedge. Это вот этот средний коричневый, который мы брали для складки. Если честно, мне кажется, цвета бронзера. Вот он, Wedge. Вы знаете, я даже часто, когда у меня нет такого цвета, то я беру свой бронзер и им и контурирую складку. И получается очень-очень натурально, вообще незаметный контур. И мне кажется, вот в этом и идея этого цвета, что он выглядит, как натуральная тень вашего оттенка кожи. Но это же то же самое, и здесь тень, и здесь тень. Как бы вот цвет тогда, значит, цвет бронзера должен совпадать с этим цветом в складке. Так что не знаю, может быть и не стоит покупать отдельные тени, а просто пользоваться бронзером. Да, извините за болтовню, забыла про сводчи. Так, четвертый будет All That Glitters. Вот этот золотистый, вот он. Он такой, как будто розовое золото. Вот, я забыла сказать, что Shroom и Naked Lunch, они такие сатиновые, wedge матовые абсолютно. All That Glitters Frost очень сильно блестит. И последние два. Satin Taupe тоже сатиновый. Так, покажу здесь Satin Taupe. И Blackberry матовый. Вот они, вот они, Satin Taupe. Тоже вы видите, как он немного переливается на свету, видите? Он такой, как будто коричнево-серый-фиолетовый. И Blackberry абсолютно матовый, такой коричнево-фиолетовый, темный. Абсолютно матовый. Вот вы видите, как матовый, блескучий, сатиновый. И опять же, сатиновый и матовый. Да, а, и еще сделаю swatch, еще сделаю swatch пигмента. Только не знаю где, потому что у меня уже места на руке не хватает. Так, сейчас. Ой, какой он красивый. Я просто... Я просто им восхищаюсь. Вот он пигмент. Ой, не знаю, если видно. Вот, видите? Вот, All the Glitters, он отблестит таким в розовый, а пигмент имеет золотистый-желтый блеск. Ну, очень-очень красивый. Может быть, так будет видно. Вот. Спасибо за просмотр. Это были мои покупки. Я безумно рада, что наконец-то у меня тоже, как у всех нормальных людей, появилась первая палетка MAC. Надеюсь, не последняя. Спасибо за просмотр. Комментируйте, что вы думаете, если у вас есть эти оттенки и теней. Какие вам нравятся, какие не нравятся. И еще вот по моей, как сказать, по моему цвету волос, лица и глазам, какие цвета вы думаете, что мне нужно еще купить, какие вы думаете, что мне обязательно подойдут. Спасибо. Очень ценю ваши советы и ваше мнение. До встречи. Пока-пока.